здравствуйте уважаемые телезрители в прямом эфире на первом городском программа теле доктор и сегодня мы поговорим об таком понятии как аллергия и как с ней бороться не скажем традиционными методами то есть альтернативными методами лечения не таблетками без химии как бороться с аллери нашей студии это врач офтальмолог и врач сонолог мария щербакова здраво бреди вас добрый день что же давайте сначала по порядку кто такой врач сонолог уверен знать немного да это направление знает немногие но это направление многие слышали и многие этим пользуются пользуются не только врачи но и все люди которые занимаются оздоровлением организма это и фитнес-тренера это и диетологи это и хорошие терапевты именно задача сонологии это вернуть человека к правильному образу жизни чтобы он был здоровым без применения химических препаратов это очень важно да без таблеток без химии максимально для пользы своему организму как можно давайте тут остановимся подробно как можно вылечить аллергию данной методикой то есть сразу говорю аспект что острые приступы аллергии они лечатся только симптомно и здесь уже конечно только лекарственные и медикаментозные а именно обострение именно тяжесть аллергии есть это направление и идет для этого нужно первое что диагностика и диагностика идет в трех аспектах я бы рекомендовала своим пациентам и когда я с ними работаю так оно и есть первое это посмотреть именно что провоцирует аллергию и здесь самое интересное то что многие знают что аллергия на амброзию аллергия там на химикаты аллергия на пыльцу на прочее прочее но это все так называемые триггеры триггер это то которое делает симптоматические и проявляются аллергии приступы сыпи и астмы и прочее прочее а именно истинными аллергенами являются наши продукты питания и очень часто даже когда пациент пациент даже не замечает и они приводят состояние организма именно в гипераллергическое состояние еще маленький нюанс хочу сказать все к аллергия относятся как врагу а аллергия аллергия это защитная реакция организма на неблагоприятные воздействия но только у кого-то это ступень более ниже у кого-то выше и здесь самое главное сделать так чтобы организм принимал и дифференцировал врагов и своих ну как интересно вот вы сказали одна из причин это неправильное питание вот какие вообще могут быть причины аллергии с точки зрения именно сонолога это пристрастие к определенным видам продукта а это может быть молоко коровье именно коровье это могут быть куриные яйца чаще всего у нас в регионе и этому это самое главное это глютен зависимость или зависимость от мучных изделий и и еще некоторых пациентов бывает на мясо и именно пристрастие к этим продуктам зависимость так таковая приводит к аллергизации том что организм начинает воспринимать все остальные аллергены которые ему не нравится как и чужеродные и от этого происходят реакции аллергические реакции я понимаю что реакция она как правило сугубо может быть индивидуально у каждого проявление реакции но и не все-таки в большинстве случаев это как какое проявление какая реакция аллергии масса бывает бывает просто аллергии для человека да да так класть есть классические это острые состояния это отеки антические шоки а есть хронические с обострениями это ну всем сыпи разного генеза и этим астматические допустим есть приступы есть хронические цистит и именно вызванные аллергического плана и но самое чаще чаще всего это аллергия и заболевание кишечника и здесь через питание можно это все отрегулировать давайте по порядку подробно так как каким уже образом как можно на 1 это просто исключить этот аллерген и все то есть например если это мы сначала нужно определить что это например молоко да они исключаются из рациона курины самое трудно исключить мучное изделие потому что если яйца и как-то можно исключить молочку можно исключить то у нас сейчас все завалено булочками то есть если классическая скажем так медицина говорит вам что нужно принимать таблетки такой то там период и у вас все пройдет и можно может даже дальше назад вернуться к этому же аллергену например да то именно сонология да то есть но один из методов лечения аллергии методом сонологии и любых заболеваний аллергических и инфекционно-аллергический также ревматизма и ревматоидных заболеваний является именно подбор правильного питания это не только исключить ограничить это добавить и это скажите каким образом методом диагностики что специальная диагностика есть традиционная диагностика которую вы идете сдаете все в лаборатории я использую метод вега теста вега тест это быстрый метод который уже до того усовершенствован что в течение 30 минут можно у человеку показать какие продукты можно какие нельзя какие что ограничить что добавить что нейтрально работает и это все сейчас доступно и даже обычный человек до того сделано благодаря компьютерным программам что даже обычный человек может сам себя сканировать и делать но я занимаюсь люблю больше заниматься именно врачебным вега тестом искать причину причину заболевания потому что есть это не только при питании 2 один из главных нюансов это то что у нас внутри накоплено это метод так называемого стаканчика генетика до капнула но питание капнула в стаканчик но есть еще у нас и много 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 внутри биоты как на так называемой это то что живет внутри и это не обязательно как все боятся там глистовый все остальное там простейших это может быть просто дисбаланс иммунитета где организм сам себя отравляет и здесь наладить иммунитет наладить и выход выхлоп как я шучу наладить выход токсинов наладить работу печени наладить работу общего иммунитета и действительно если острые сильно острые приступы с первого раза она не проходит но течение определенного времени происходит у меня были случаи что течение двух-трех сеансов и двух-трех месяцев уходили полностью еще раз повторюсь что лечение с аналогии это вне обострения мы находим причину мы работаем с причиной вне обострения так как китайская медицина образно говоря но наши ищут да где болит с простыми словами а улаживает таблетка ищут именно причин мы редко прислушиваемся к своему организму к своей боли о больном очень многом говорит мы все знаем что если рука почесалась это к деньгам что с правой кого-то встретим что за ухом почесать мы все это знаем но мы не знаем очень много некоторых нюансов сигналов которые нам говорит организм и сначала мы чихнули потом мы покашляли а потом у нас приступы астмы а здесь это тоже еще идет снова инфекционная никто не отменял и здесь тоже работа с инфекцией есть можно стать традиционно сдать анализы и найти именно тот проявление и так же самое используется вегатест которую течение еще раз повторюсь 30 часа времени находится инфекция расписывается схема лечения и можно и традиционно лечить это человека каждый выбор а можно и тоже эти методики слова теста само говорит за себя вегатест то есть это определенное скажем так ограничение нет вега это же прижизненное тестирование организма вега это характерно абвериатура диагностики организма и я занимаюсь этим 10 лет 10 лет и нам мы еще когда в институте учились у нас был курс народной медицины и так как она мне всегда это интересно интересовало там это все традиционно обучалась и именно факультет народной медицины получал дипломы и у них были зачеты и по фолио и по вега и по суджоку давали дипломы 10 лет это уже богатый опыт за вашими скажем так да плечами и тут интересно примеры живые реальные без имен без сразу первое именно по своим детям у них по наследственности сильно мощная яркая аллергия аллергия именно с точки зрения астматического компонента даже даже и у мужа была очень сильная аллергия который он чисто уже не схеба шатики на гормонах не сидит но благодаря методике было это что мы посмотрели причину инфекции пересмотрели питания то он приступу доверия ко мне в первую очередь потому что все же это первое надо доверять тому специалисту который вы идете не бояться и не и не бояться и он выздоровел и слава богу по сей день не кашляет дай бог ему здоровья да а потом по детям моим если мою детей проявляется какие-нибудь заболевания ставится официальной программы приборчик и ограничивается им не дается сладости или все остальное но нашу есть на 100 есть и без лекарств без лекарств они у меня на слава богу без лекарств без лекарств первое что нужно ограничить сладкое мучное но ты с первое нужно ограничить именно пристрастие к определенным видам продуктов посмотрите обратить внимание что дети едят за счет этого уже видно что они к чему склонны потом посмотреть ограничить конечно сладости потому что сладости если взять историю это было деликатес и наши предки не злоупотребляли сладкая вместе с любым продуктом питания там мощный окислитель а аллергия аллергия с точки зрения физиологии развивается только в кислой среде и именно ощелачивание это тоже один из методов лечения именно через диету через питание ощелачивание организма да это длительно да это кропотливо но те кто это делал и они без приборов без лекарственных веществ они выздоравливали очень интересно почему вы решили поменять направление традиционная медицина я медицину пришла потому что это мое наследственное несколько комсомол ответил надо комсомол ответил есть то есть партия сказала надо я пошла и когда я пришла в офтальмологию я имела контакт с многими пациентами которым я не могла помочь и это как человека как бы занижало мои как бы профессиональные особенности и когда появилась именно направление биорезонанса это одно из первых потому что еще если психосоматика когда появилась направление биорезонанса я увидела результаты когда с высоких сахаров падала все в норму когда лежачие пациенты вставали я первый раз почувствовала то удовлетворение когда я допустим выписываю правильно делаю красивые очки и здесь можно было развивать развивать это и я начала полюбила учиться благодаря вот именно биорезонанса полюбила учиться благодаря беремензоранса я поменялась внешне тех кто видел меня 15 лет назад их тех кто видел сейчас что говорят могу сказать только за прошлое отпущу его у меня в 32 года называли и не разные люди бабушкой вот поэтому здесь для меня это было всегда больно но я этот но благодаря биорезонанса благодаря то что я услышала я начала правильно применять все это же добавила диету добавила специальные физические упражнения это тоже относится к с аналогии добавила и начала заниматься еще и психосоматикой что такое психосоматика до допустим в аллергиях это очень важно вот это это можно так сказать и начальный и пусковой механизм я всегда своим пациентам говорю вспомните первый раз когда был приступ что спровоцировала но они помнят именно когда уже конкретный был приступ они помнят предвестников а организм четко отвечает я же еще начала кашляну чихнул потом кашлянул потом приступ и когда человек на возвращается именно к точке отсчета он понимает свою причину он понимает что это это было все в детстве допустим он улыбается он там есть методики которые помогают это отпустить и получается все этот хорошие результаты психосоматика она одна из таких главных это один из пазликов это один из пазликов именно в лечении человека посмотреть что он ест подсказать ему правильное питание подсказать ему как ему какие упражнения ему делать подсказать что у него работал хорошо физически да дыхательные упражнения есть которые омолаживают которые восстанавливают и которые убирают аллергию а есть еще у меня информация что консультация психолога здесь тоже не будет лишней для человека да если есть аллергия и она длительно не лечится то можно найти именно психо психолога или психотерапевта и опять же первое нужно доверять этому человеку и ту методику которую я многих психолог называется прошла именно чтобы найти как бы свое предназначение и увлечение то сейчас одна из современных методик и мне она нравится и я ее сейчас развиваю как как бы как пазлик у себя это игра практика через игры определенные игры просто общение с человеком ты находишь человек сам видит находит причину своего заболевания находит причину своих проблем в отношениях и находит и выздоравливает и меняется мне нравится когда мои пациенты когда мои клиенты именно трансформируют какие игры вы говорите это игры закрытого клуба нет это ли игры открытые которые сейчас в скором психологические психологические трансформационные роза массово на это тоже раздел с аналогией потому что игры лечат именно голову и душу и поэтому получается такой личный да да с первых усказан очень интересная полезная информация чтобы вы пожелали нашим телезрителям на последок нашей программы скажем вот на что нужно в первую очередь обращать внимание когда вот идут сигнал аллергический но первую очередь я бы хотела чтобы они верили в себя первое любое заболевание нам не дано просто так идут психосоматика это да и если вы найдете выгоду своей болезни вы выздоровите на 90 процентов если вы найдете причину своего заболевания вы тоже выздоровите на 90 процентов если вы выберете именно того врача который вам поможет и не будет закармливать таблетками даст хотя бы одну просто одну таблетку да это нужно это есть ли пациентам которым действительно нужно находиться на лечении это никто не отметить начал но именно найдет вам правильное лечение вы уже выздоровите на 90 процентов и самое основное вера в себя и желание выздороветь отличное пожелание отличное замечание полезная информация спасибо вам за такую важную информацию друзья будем на этом заканчивать нашу программу я напомню что с вами пообщались с врачом офтальмологом а также врач сонолог побывал в нашей студии там мария щербакова мы сегодня говорили с нашей гости о аллергии и как с ней бороться нетрадиционными методами я сила всем за внимание будьте здоровы и и и и и и и и